доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые имеют большое значение для нас фундаменталистов поскольку определяют основные трендовые движения и так еще одна неделя еще один день друзья и мы говорим по-прежнему о вирусе коронавирусной инфекции из города ухань которая распространяется да мы можем сказать что из-за всплеска интереса к рисковым максимум который наблюдался вчера может быть что-то изменилось в мировой экономике возможно удалось уже миновать пик вспышки этой вирусной инфекции но на самом деле друзья это не так я предлагаю снова обратить наше внимание к статистике последний актуальный на данный час количество инфицированных заболевших 45 тысяч 183 летальных исходов 1115 цифры безусловно не радует вчера на рынке некоторые инвесторы потом в целом это стало даже таким течением спроса на риск предположили что уже ближайшие недели пик будет пройден и инфекцию эпидемии удастся взять под контроль хотя всемирная организация здравоохранения комментирует несколько дней подряд активно вообще всю ситуацию вокруг распространения коронавирусной инфекции отмечает что то что мы наблюдаем сейчас друзья это только лишь начало как прямая ацетата лишь верхушка айсберга и реальные масштабы бедствия и проблемы можно будет увидеть только лишь в апреле друзья еще очень много времени пройдет прежде чем мы осознаем насколько все-таки стала огромный вот география распространения думаю что и цифры которые мы сегодня с вами называли они значительно возрастут всемирная организация здравоохранения отмечает что текущий вирус ни в коем случае нельзя недооценивать это угроза с которой столкнулась все человечество и угроза похлеще даже терроризма давайте посмотрим что происходит на рынке нефти бренд сейчас котируется на уровне 54 93 чуть ниже 55 долларов за баррель кто-то кто открывался а в сел на самых низах сейчас может переживать что очень не лучшая была точка входа конечно же друзья если вы принимаете решение об активности какой-то и действуете на низах либо на хаях а покупаете это то что вряд ли а соотносится с грамотным инвестор решением если все-таки вы не привыкли работать с просадками то в отношении нефти может быть будет не лишним вам сейчас выйти из этих коротких позиций оставить впоследствии отложку сел стоп со уровнем 54 40 если друзья вы продавали тогда когда я рекомендовал это делать то есть по более высоким значениям и вместе со мной верите что котировок нефти есть значительный потенциал отработки для еще большего снижения то нужно держать короткие позиции в расчете на то что бренд окажется снова в районе 52 долларов за на баррель помимо угрозы на виши над мировой экономикой над перспективами ее роста над показателями спроса на углеводороды я хочу обратить ваше внимание также друзья и на а статистику по запасам она конечно же идет на фоном прицепом она не оказывает значительного влияния на то что происходит на рынке нефти но все равно на эти отчеты стоит обращать внимание накануне вышел релиз американского института нефти он сообщил потому что запасы выросли на 6 миллионов сегодня мы будем работать с официальными цифрами 18 30 по московскому времени есть вероятность что запасы их рост будет зафиксированы официальным ведомством вот еще одна причина почему котировки могут просесть и также есть сомнения относительно готовности стран опек про активным мерам по поддержанию стабильности цен на мировом рынке и эти сомнения уж очень очевидны в позиции россии которая взяла паузу подумать стоит ли ей брать на себя обязательства еще большего снижения объема нефтедобычи мы ждем заседания опек на уровне министерства опек плюс непонятно еще когда она состоится либо в конце февраля либо в начале марта ну в общем следим за развитием событий я буду держать вас в курсе доллар иена 109 85 то общимся мои друзья рядом с уровнем 110 здесь с одной стороны и желание купить доллар потому что все располагает к этому но с другой стороны не отпускает тема вируса которая также держит покупателей на стрёме и заставляет не выходить еще тотальные защиты я думаю что качели в этом дуэте инструментов будут продолжены и дальше нам остается друзья следить за тем что происходит но вместе с тем не игнорировать фон который идет из штатов вчера как вы знаете первый день доклада выступления джерома паула в конгрессе где он отчитывался о проделанной работе и давал в принципе установки о том как он будет действовать и дальше в целом тезисно могу сказать что ничего интересного на он не комментировал мы прекрасно знаем по его пресс-конференциям после заседания федрезерва что фрес работает с рисками фрес внимательно следить за ситуацией готов действовать но важно что паул констатировал о очень хорошее состояние американской экономики и это было воспринято как сигнал того что в ожидательной позиции для регулятора касательно сохранения удержания тихущих ставок она останется прежних противовес опять же тем угрозам фактически и четким установкам который пытался навязать накануне трамп призывая федрезерв основа к снижению процентной ставки ну то есть паул здесь держится видите и никак не прогибается под позицию американского президента в целом в сухом остатке получается что у доллара очень хорошая база для роста давайте будем придерживаться именно а такой идеей потому что как раз восстановление доллара нам сейчас и нужно чтобы потопить рисковые инструменты евро против доллара 109 12 друзья вчера мы протестировали минимум фактически с ноября девятнадцатого года с октября это на уровне 109 80 сейчас котировки 109 12 я уверен то что мы евро будем наблюдать ниже в частности сегодня буквально через несколько часов выйдут данные по промышленному производству еврозоны жду слабую статистику накануне также выступая в европарламенте кристина лагард отметила что европейская экономика еще в восемнадцатом году столкнулась значительными трудностями и пока не может выбраться из этой ямы и наконец-таки она сделала акцент на то что проблемы есть и с внутренним аспросом а не только с нападением показателей международной торговли ну как это интерпретировать и что это значит я думаю вы все прекрасно знаете стимула они будут авторитете поэтому евро останется под давлением фунт против доллара 12963 я держу здесь друзья короткую позицию в частности накануне вышли данные по темпам экономического роста до четвертого четвертом квартале великобритания миновала рецессии но в первом квартале я думаю будет спад из-за снижения инвестиционной активности на фоне неопределенности по брэкзиту и сомнения в том что великобритания и ессс могут в рамках двадцатого года найти все-таки общий язык по торговой сделке промпроизводство подвело в годовом выражении минус 1 и 8 процента спад это еще один такой тормозок для экономики англии и в целом это должно приблизить британский регулятор к решению о новых мерах экономического стимулирования я делаю большую ставку друзья на рост именно политической неопределенности и проблемы которые будут в диалоге между англией и европейским союзом поэтому цель 1 28 50 она остается прежней австралиец 0 67 30 готовимся продавать с уровня 0 67 50 новозеландец разочаровал 0 64 59 сейчас котировки я честно говоря покупал со вчерашнего дня сегодня был крайне поражен каком-то неадекватному сценарию развития в экономике новой зеландии дальше потому что резервный банк новой зеландии такое ощущение что отрешен от реальности как это было неделю назад резервным банком австралии никаких рисков все безоблачно везде позитив рынок труда инфляция все на подъеме не знаю в каком-то вакууме существует представители руководства резервного банка новой зеландии но может быть они осознают свою ошибку в прошлом я пока что не хочу участвовать вот в этом неадекватном неоправданном росте поэтому и сделки я друзья выхожу на этом собственно все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания